Добрый день. Ну, вообще, надо понимать, что вирусные раки, которые были открыты американским учёным Пейтоном Раусом у животных ещё в 1911 году, являются, в общем-то, достаточно нетипичным заболеванием у людей. Вирусных раков у человека достаточно мало. И более того, к вирусным заболеваниям относятся патологии, которые, ну, в какой-то степени можно считать экзотическими. Например, саркома капоши, которая характерна для пациентов с иммунодефицитом. Или некоторые редкие разновидности лейкозов, которые вызываются родственниками вируса СПИДа. Наверное, реальные, самые заметные исключения составляют опухоли, которые вызваны папилломовирусами. И, в частности, если мы говорим всё-таки о папилломовирусах, то в первую очередь ассоциируется история папилломовирусов с открытием рака шейки матки, вирусной природы рака шейки матки. И тут надо понимать, что, когда мы говорим про рак шейки матки, то тоже, в общем, это необычная ситуация. Потому что длительное время многие инфекционные науки были воспитаны на том, чтобы надо было найти прямую причинно-следственную связь между присутствием возбудителя и проявлением заболевания. Что характерно, что папилломовирусы всё-таки относятся к условно-патогенным микроорганизмам, что у подавляющего большинства людей они не вызывают никаких патологических проявлений. И более того, к сожалению, факторов, которые так или иначе способствуют проявлению патогенности папилломовирусов, то есть почему у одного носителя возникает рак, а у другого не возникают, эти факторы в какой-то степени остаются до сих пор неизвестными. Что важно понимать, что вообще папилломовирусная инфекция, с учётом современного стиля жизни, всё-таки по статистике в развитых странах так или иначе 90% людей как минимум переживают транзиторную папилломовирусную инфекцию. Если мы возьмём мужчин и женщин периода пика репродуктивной активности 20-30 лет, то получается, что на момент обследования примерно 30% обследованных имеют признаки папилломовирусной инфекции. Так или иначе у подавляющего большинства людей иммунитет с папилломовирусной инфекцией справляется. И только у 5 или 10% мужчин и женщин папилломовирус сохраняется на протяжении всей жизни. С чем это связано? Либо с какими-то особенностями системы иммунитета, либо с какими-то другими особенностями. Тоже, в общем-то, до сих пор непонятно. То есть непонятны две вещи. Первое. Почему у одних людей инфекция транзиторная, а у других она становится постоянной? Здесь существует термин хроническая инфекция, хронизация инфекции. И второе. Непонятно, что даже если произошла хронизация инфекции, подавляющее большинство носителей папилломовирусов останутся здоровыми, и только у небольшой части действительно возникнет онкологическое заболевание. Причины этого непонятны. Ну и вот эти все вероятностные соотношения ставят, на самом деле, создают трудности, конечно, и для программ вакцинации в том числе, потому что мы никогда не знаем. Никакой риск хронизации инфекции. Заболеть, по-видимому, папилломовирусной инфекцией риск довольно высокий. А вот какой риск хронизации инфекции, чтобы она стала опасной? И какой риск реализации этой инфекции в онкологическое заболевание? Вот эти факторы не ясны, и именно поэтому, на самом-то деле, когда мы говорим про вакцинацию, мы понимаем, что только минимальная часть вакцинированных, те, которые действительно предстоит заболеть, вот они получают от этой вакцинации какой-то смысл. У большинства других эта вакцинация, в общем-то, происходит в какой-то степени без ожидаемого результата предотвращения заболевания. Теперь, как папилломовирусы вызывают рак? На самом-то деле здесь достаточно простая наука. У нас есть папилломовирус. Это существо, которое реплицируется в клетках у человека. Недаром он называется Human Papilloma Virus. У него есть гены, которые необходимы для собственной репликации, и часть из этих генов, они называются по буквам Е6 и Е7, от английского слова early, ранние гены, то есть это их функция в жизненном цикле папилломовируса, они играют роль онкогенов. В чем их роль? На самом-то деле роль онкогенов заключается в том, что онкогены Е6 и Е7, они связываются с белками-супрессорами, теми белками, которые в норме предотвращают трансформацию, злокачественную трансформацию нормальных клеток эпителия. Интересно, что на самом-то деле самая первая клеточная линия, которая была получена от онкологического пациента, это клеточная линия рака шейки матки, полученная от американской пациентки Хенриэты Лакс, она, разумеется, оказалась содержащей папилломовирус, потому что это рак шейки матки, практически все раки шейки матки вызваны папилломовирусами. Именно на этой клеточной линии не так давно было продемонстрировано, что действительно белки Е6 и Е7 играют ключевую роль в патогенезе злокачественной трансформации, и более того, инактивация этих белков приводит к нормализации фенотипа злокачественных кленок. Ну вот что здесь делали специалисты? Они фактически инактивировали белки Е6 и Е7 и наблюдали, что опухолевые клетки теряют свои черты злокачественности. В теории можно ожидать, что здесь могут быть какие-то перспективы терапевтические подходы, но пока на самом-то деле здесь никаких перспективных попыток разработки лекарств, условно, скажем, антагониста Е6 и Е7, их пока нет, здесь есть, по-видимому, какие-то сложности. В чем функция этих белков? Они связываются с самыми известными супрессорными белками, которые играют роль практически в патогенезе любой злокачественной опухоли. Ну, во-первых, у нас в норме, в клетках встроена программа, которая позволяет этой клетке отвечать на супрессорные сигналы извне. Если клеток становится больше, чем нужно, то организм распознает этот избыточный рост и подает сигналы, чтобы клетка прекратила деление. Как эти сигналы реализуются? Для этого есть белок, который называется РБ. Это тот случай, когда название белка очень неудачное. Белок РБ ретинобластома открыли, когда изучали наследственную опухоль глаза у детей. И так как опухоль ретинобластома, то ген, который вызывает ретинобластому, точнее, ген инактивация, которого вызывают ретинобластому, его назвали геном ретинобластомы. Но в самом-то деле это несомненно, что ген РБ играет отношение к патогенезу ретинобластомы, но это универсальный ген, он препятствует прохождению клетки через клеточный цикл, то есть препятствует ее клеточному делению. Соответственно, если у нас возникают сигналы извне, требующие прекратить деление клетки, вот они, то передается этот сигнал в том числе на ретинобластомный белок и останавливается продвижение клетки по клеточному циклу. Если у нас клеточная клетка заражена папилломовирусом, экспрессируется вирусный онкоген, онкобелок Е7, этот белок связывается с геном ретинобластомы, и за счет этого клетка приобретает возможность беспрепятственно проходить по клеточному циклу. Следующая позиция, про Е7 я рассказал, теперь другой белок Е6, тоже онкобелок. В норме все клетки организма имеют ограниченную продолжительность жизни, и направленная элиминация клеток, программируемая клеточная гибель, этот процесс называется апоптозом, это абсолютно нормальный компонент регуляции клеточной массы, это защитный механизм, чтобы не возникало опухолей. Именно поэтому, в общем-то, фактически белок P53, он играет ключевую роль в реализации программируемой клеточной гибели, это один из самых известных генов супрессоров, потому что примерно как минимум половина опухолей, они имеют инактивацию гена P53, и именно поэтому они сформировали опухолевые клетки, потому что опухоль больше не способна поднимать по механизму программируемой клеточной гибели. Если клетка заражена папиломовирусом, то инактивируется белок P53, и за счет этого клетка становится бессмертной, она живет неограниченно долго, потому что сигналы клеточной гибели, они не работают. Что существенно понимать, и это тоже очень важная наука, когда изучали механизмы онкогенеза, то выяснилось, что папиломовирусная инфекция и мутационная инактивация перечисленных генов P53, ретинобластомный ген, это реципрокные события. Если клетка заражена папиломовирусом, то нет необходимости в таких клетках приобретения мутации генов ни в ретинобластомы, ни в гене P53, либо есть папиломовирус, и тогда инактивируется белок P53 и RB1 посредством онкобелков папиломовирусов, либо, если клетки нет папиломовируса, то есть другой механизм трансформации, вот тогда эти белки инактивируются в результате мутации. Еще одно интересное свойство клетки – это так называемый неограниченный репликативный потенциал. Редкий случай в современной биологии, когда сам феномен носит название его автора – Леонард Хайфлик, очень известный американский ученый, он на самом-то деле внес колоссальный вклад в развитие современной медицины. В частности, он как минимум полгода работал в Советском Союзе, чтобы помочь советским вирусологам разработать собственную вакцину против полиомиелита. Тогда вакцина против полиомиелита, разработанная Солком, была в США, но Советский Союз не мог и не хотел тратить валютные ресурсы на покупки вакцины. И поэтому Леонард Хайфлик долгое время работал советскими учеными на территории Советского Союза. И в результате этих работ у нас появилась собственная работа вакцины от полиомиелита. Интересно, что Леонард Хайфлик, он имел доступ к высшему руководству страны, в частности, к Леониду Ильичу Брежневу. И в частности, он помог нескольким диссидентам покинуть страну. Он писал письма Брежневу, и с этими письмами вынуждены были считаться, потому что он очень нужен был Советскому Союзу для помощи в разработке вакцины. Но на самом-то деле, именное открытие, оно в каком-то степени имело побочный характер. Что делал Леонард Хайфлик? Он пытался вырастить обычные клетки в культуре и обратил внимание на удивительную вещь, что опухолевые клетки могут делиться в культуре бесконечно, а вот нормальные клетки, они совершают какое-то определенное количество делений, 80-90, и потом деление всех этих клеток останавливается. То есть вот эта пирамида перестает расти. Вот это ограничение, количество делений, ограничение репликативного потенциала получило название лимита Хайфлика. И вот тут есть определенный нюанс. Как это реализуется? Я не хочу, не могу вдаваться в дебри молекулярной биологии, поверьте мне на слово, что в нормальной клетке каждая хромосома с каждым делением укорачивается на несколько десятков нуклеотидов. Это связано с механизмами репликации ДНК. Для того, чтобы ДНК полимераза прикрепилась к цепи и инициировала синтез, необходим коротенький участок затравки. И вот эта затравка, несколько десятков нуклеотидов, они не реплицируются, и с каждым циклом они отмирают. В результате получается, что у нас хромосома немножко укорачивается с каждым делением, и когда достигает это укорочение критической точки, то у нас клетка теряет способность делению. Опухолевые клетки, так называемые стволовые клетки, имеют определенный механизм. Они имеют фермент теломеразу, который восстанавливает вот эту концевую последовательность. Вот и получается, что нормальная клетка у нас, хромосомы укорачиваются с каждым делением, а в опухолевых клетках за счет того, что активирована теломераза, за счет того, что активирована теломераза, у нас не происходит укорочение хромосомы. И за счет этого опухолевые клетки, в отличие от нормальных, имеют неограниченный репликативный потенциал. Что делает папилломовирусная инфекция? Она активирует фермент теломеразу и придает опухолевым клеткам возможность делиться бесконечно. Таким образом, как минимум, три компонента злокачественной трансформации. Это нечувствительность к супрессорным сигналам, фактически бесконтрольное деление. Это потеря способности к программированию клетчатой гибели, капаптозу, и способность неограниченно делиться. Именно это связано с энкобелками папилломовируса, и это и есть механизм воздействия папилломовирусной инфекции на клетки. Ну и заключительных два слайда. Все-таки, если брать рак шейки матки, то во многом, благодаря тому, что здесь хорошо в западных странах поставлен скрининг, и все-таки стала популярна и вакцинация, реальная летальность от рака шейки матки в развитых странах становится значительно меньше. Рак шейки матки все-таки более характерен для стран развивающихся. А вот в развитых странах тенденция другая. Если мы говорим, что рак шейки матки более или менее побежден, в отличие от развивающихся стран, то другие опухоли ассоциированы с папилломовирусами. Это, в частности, рак носоглотки, рак головы и шеи, рак полового члена, рак анальной зоны. Это те опухоли, которые в большом числе случаев связаны с папилломовирусами, они для развитых стран являются социальными важными. Надо понимать, что если мы говорим про рак головы и шеи, то там все-таки большая часть опухоли связана с курением. Поэтому если мы говорим про папилломовирусную инфекцию, то это более характерно для рака у некурящих. А если мы берем рак полового члена и рак анальной зоны, то здесь подавляющая фактически доля заболеваемости приходится на папилломовирусную инфекцию. Спасибо за внимание. У нас осталось время на вопросы. Продолжение следует...